Рада вас приветствовать всех на моем канале. Давайте посмотрим город Солидар, где сейчас, конечно, там идут очень серьезные бои. Но, как я понимаю, в основном эти бои идут на территории предприятия и карьера. Но все-таки посмотрим. Что-то я думала, что недавно делала, оказывается, уже время прошло. Так, Солидар. Пока сам город, я так понимаю, что есть как центр города, судя по картам, а есть вот как ответвление туда, где предприятие в основном. Хотя там тоже жители есть, но основная часть все-таки это дальше. А это вот такой, как хвост. Где-то там эти все. Кнауфы. Но вот эта вот часть основная, во всяком случае, то, что по карте написано Солидар, она, в общем-то, контролируется и так довольно-таки серьезно. Но, я так понимаю, все-таки именно местная администрация, не военная. Военная сейчас, скорее всего, там ближе к Кнауфу. Ну, давайте посмотрим, как развивается событие в Солидаре. Очень тяжело. И городу, и местным жителям, конечно, очень тяжело. Регулярно прилеты. Очень страшно. Еще эти страхи стараются еще и подогреть некоторые товарищи. Но, скорее всего, сейчас стараются договориться. Я так понимаю, военные между военными. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Ну, в данном случае, мне почему-то хочется, чтобы до 10 сентября, и то, я думаю, что это с запасом. Потому что такое впечатление, что начинает по всему фронту идти, начинается ускорение процесса. Итак, до 10 сентября. Напоминаю, это ориентировочная дата. Это не конечная. Это ориентировочная дата. А так плюс-минус. Ну, будет очень много чего различного придумываться в городе для каких-то своих целей, интересов. Будет очень жарко. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Если смотрят, кто сейчас находится в Солидарии. Хотя я в этом сомневаюсь. Но вдруг. И будут до 10 сентября уже начнут приходить хорошие новости. Хотя будут потери в том плане, что будут разрушения. Без них как. Тем более, карты показывают, что прилеты уже есть. То есть разрушения уже есть. Но еще они будут. И многие жители просто не будут понимать, а что дальше вообще с этим делать. Когда все закончится, пройдет фронт и пойдет дальше. А что делать? Что-то разрушено. И вполне возможно, что многое разрушено. Нет этого, нет этого. И непонятно, что дальше. Но здесь главное не паниковать. Потому что и в городе остаются какие-то ресурсы. Останутся и у самих жителей. И соответственно будет налаживаться по мере возможности обеспечения. Но придется много балансировать. И будет штормить людей какое-то время. От положительных эмоций к отрицательным. И так далее. То есть вот этот баланс еще когда нужно очень много сделать одновременно. И не знаешь, за что хвататься. Самая главная задача выжить. Остальное все потом. Так, как будут складываться дальше дела для ВСУ. Я не беру вот этот хвостик солидара. Потому что там уже предрешено. А уже берем туда ближе именно к основной части города. До 10 сентября. Как будут складываться вообще дела. А самим ВСУ очень страшно. Им уже страшно. Потому что понимают, что их просто там положат. В этом городе. Закопают в этом кнауфе. На заводе. И многие, очень многие не понимают вообще. Зачем это, для чего и что делать в этой ситуации. А хочется тишины и покоя. Устали. А их ждет. Просто предательство. Отдадут приказ, что в общем-то не шагу назад. И предадут. Кто-то останется. Будет оказывать серьезное сопротивление. Думать, что он этой цели достигнет. Его же помогут. Поддержат. Будут стараться предпринимать много действий. И различных. Но им будут предлагать вариант сложить оружие. Будут отказываться. То есть сопротивляться будут. Но при этом кто-то постарается слинять, чтобы сохранить собственную жизнь. А кто-то сложит оружие. Кто-то откажется. Самое главное, будьте очень внимательны, чтобы если вас будут куда-то приглашать, типа там будет безопасно, да. Очень внимательно подумайте. Не соглашайтесь. Потому что попадете в ловушку. А так у подразделения уже есть проблемы со снабжением. Хотя они еще пытаются доказать, что они сила. Но сил уже нет. Хочется мира. И скорее всего, что до 10 сентября кто-то сдастся, сложит оружие. А большая часть уйдет из города. Будет приказ менять планы и уходить из города. Так что будут новые какие-то действия с их стороны. Скорее всего, что вот именно постараются из города уйти. Так. Как будут складываться дела для союзной армии в районе города Солидар до 10 сентября? Ну, ребята будут выслеживать цель и туда наносить удар. Стягивать сейчас туда будут очень много ресурсов, техники и живой силы. Будет, конечно, очень тяжело. Потому что мы видели, что будут оказывать серьезное сопротивление. Есть приказ ни шагу назад. Но ребята будут действовать скрытно, мягко, аккуратно, но очень целенаправленно. И будет какая-то, вы знаете, как внутренняя поддержка. Как будто силы будут вливаться в них. Ну, и, соответственно, сохранять максимально жизни мирных жителей своим. Для этого придется много чего нового придумывать. А так будут действовать напористо, целенаправленно и довольно-таки быстро. Но много будет и таких моментов, когда вот интуиция включается и она дает правильные ответы. Придется много планов перестраивать по ходу дела. Но это будет только, наоборот, к лучшему. Не то, что это вот плохо, да, а именно к лучшему. Ну и в результате, скорее всего, я во всяком случае в это верю. И очень-очень надеюсь, что до 10 сентября город уйдет полностью под контроль ДНР. Ну, какие опасности? Ну, мы там и так видели, что прилеты есть и они будут. Но все-таки посмотрим, какие есть опасности для еще до 10 сентября для города. Все-таки город максимально удастся сохранить. В основном события все будут происходить как бы за периметром. Может быть, вот эта вот как раз хвостовая часть, вот там будут основные боевые действия. И где-то в полях. А в самом городе все-таки пройдет максимально благополучно. Именно для самого города. Ну, вот это вот. Ну, как по карте, там есть такая, знаете, как центральная часть и хвостовик. Вот хвостовик, там сейчас бои идут. А центральная часть пока еще туда прилеты есть, но более-менее еще спокойно. Вот такой расклад получился для Солидара до 10 сентября. А там посмотрим уже, как дальше будут развиваться события. Желаю, чтобы как можно быстрее это все закончилось. В городе. Город как можно быстрее ушел под контроль ДНР, потому что это в любом случае неизбежный процесс. Но при этом, чтобы все как можно благополучнее было для мирных жителей. Берегите себя, берегите своих близких. Всех обнимаю. Люблю. До новых встреч. До новых встреч.